С нами на связи Николай Сангуровский, директор военных программ Украинского центра имени Разумкова. Приветствуем вас, в эфире телеканала Freedom. Добрый день, студия. Николай Викторович, ну а как вы объясняете вот эти заявления, которые звучат в частности со стороны президента Польской Республики Анджея Дуда, поскольку, как мы понимаем, даже с премьером Дональдом Туском у них немного разные позиции, но насколько оправданы вот эти намерения как-то выйти на этот трек Nuclear Sharing с представителями НАТО для того, чтобы иметь на своей территории ядерное вооружение? Ну, в принципе, со стороны Польши эти разговоры идут уже давно. И начало, в общем-то, ну не совсем о ядерном оружии. Вы помните, 2019 год, желание построить на территории Польши Форт Трамп. Вот тогда уже, скажем, Польша, скажем, заявила намерение о, скажем так, усилении своей роли в рамках НАТО и заручиться помощью союзников в случае, скажем, нападения России. Но тогда речь не шла о ядерном оружии, но, тем не менее, уже тогда со стороны США, ну, прозвучали такие нотки, скажем так, не то что несогласия, а сомнения в том, что это даст какую-то пользу. И вообще, в принципе, возможно с точки зрения, например, финансовой и нормативно-правовой. После этого в 2022 году были заявления, в 2023 году были заявления господина Дуды о том, что вот ввиду, скажем, усиления агрессивности России, нападения на Украину, Польша нуждается в таком средстве, скажем, защиты или желает попасть под ядерный зонтик, как говорят. То есть иметь на своей территории ядерное оружие. Причем летят такие слова, которые, в общем-то, никак не соответствуют реальности. То есть мы хотели, чтобы в наших руках оказалось ядерное оружие. Ядерное оружие Штатов никогда не окажется в чужих руках. То есть оно будет на территории Польши, если будет, но оно будет распоряжением исключительно Соединенных Штатов. Как это происходит в случае других стран, где такое оружие находится. Это Германия, Нидерланды, Италия, Турция, Бельгия. То есть на территории этих стран находятся ядерные бомбы Б-61. В этом году они, скорее всего, будут заменены на Б-12, уже улучшенный вариант. Предусмотрено, что их авиация, скажем так, участвует в планировании применения этого оружия, тактического ядерного оружия, но оно не находится в распоряжении этих стран. И если внимательно посмотреть, проследить за всеми перипетиями на территории Польши с такими заявлениями, то уже в марте этого года министр обороны говорил о том, министр обороны Польши, говорил о том, что такой необходимости нет. То есть Польша находится, скажем, в окружении стран НАТО, своих союзников, которые в том числе имеют и ядерное оружие, или на территории которых размещено ядерное оружие. И таким образом они уже находятся под этим ядерным зонтиком. И не обязательно размещение именно на территории Польши этого тактического ядерного оружия. Более того, если, скажем так, предусмотреть развитие, негативное развитие таких событий, что Польша окажется, скажем, целью для удара со стороны России, и будет ответ на такой удар, то, в общем-то, территории, куда полетят эти, скажем, ядерные бомбы, окажется Украина. Проблема-то еще вот в чем. Более того, скажем, размещение такого оружия, в принципе, Польша называла около семи, скажем так, объектов, где такое оружие может быть размещено на территории Польши. И Соединенные Штаты не согласились с этим. То есть согласия со стороны Штатов разместить такое оружие в Польшу нет. Именно потому, что Польша находится вблизи, скажем, России и становится такой достаточно удобной целью для нанесения по нему ударов. Кроме того, Штаты не хотят, ну, скажем так, эскалировать хотя бы на уровне политики свои отношения с Россией и приближать, скажем, свои отношения до уровня, скажем, ядерного противостояния. То есть пока, на мой взгляд, особых перспектив в размещении ядерного оружия в Польше я не вижу. Такой необходимости острой я также не вижу. Достаточно того, чтобы на самом деле в Польше размещена бригада Соединенных Штатов с обычным вооружением. Польша сама по себе наращивает свой оборонный потенциал, серьезно наращивает оборонный потенциал. То есть и по численности вооруженных сил, и по, скажем, оснащению вооружениям, в том числе американским вооружением. И, ну, на мой взгляд, этого на данный момент достаточно для того, чтобы обеспечить надежную оборону Польши. Если Россия, ну, скажем, предположить, что Россия применит по Польше стратегическое ядерное оружие, ну, я думаю, это не очень серьезно, потому что близость к границам России и самой Польши, скажем, исключает такой вариант. Вот, и поэтому, ну, сам по себе факт, что страны НАТО серьезно отстают по тактическому ядерному оружию от России, этот факт необходимо признать, и над этим необходимо работать. Но, тем не менее, скажем, ядерный зонтик, про который я уже говорил, Он включает в себя не только расположение, скажем, ядерных атомных бомб на территории европейских стран, но и размещение, скажем, ракет, возможно, с ядерными боеголовками на военно-морских кораблях, которые находятся и в Средиземном море, и в Северном море, и в Прибалтике. — Короче, можно единственное, что уточнение. Вы говорили о сценариях применения со стороны российской армии ядерного вооружения. Мы правильно вас услышали. Как, вы считаете, будет отвечать в случае чего польское войско, польская армия? Потому что может казаться, что прозвучала фраза, то удары будут ответственно наноситься по территории Украины. Чтобы вот уточнение с вашей стороны, что было сейчас. — Ну, я имел в виду, что, скажем, Польша боится того, что она станет объектом нападения со стороны России. Нападение России на Польшу возможно только в том случае, если она, скажем, оккупировала Украину. То есть только в этом случае. Иначе, ну как, может быть со стороны Беларуси еще, да. Тогда полетит на Беларусь. Но если со стороны России будет нападение на Польшу, то объектом, в общем-то, станет, объектом ядерного удара станет Украина. То есть я вот это имел в виду, что в самом негативном, в самом, скажем, крайнем случае, если вот со стороны Украины Россия будет нападать на Польшу. Они и такой вариант рассматривают. Ваше мнение. Спасибо вам за него. Николай Сунгуровский, напомню, был с нами на связи. Директор военных программ Украинского центра имени Разумкова. Разумкова. Продолжение следует...